Для кого-то спорт – это возможность расширить свои возможности и укрепить здоровье, а для кого-то – шанс овладеть высоким спортивным мастерством и даже пополнить ряды паралимпийской сборной страны. «Быстрее, выше, сильнее» – этот девиз является главным и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день существует множество адаптивных видов спорта для таких людей. К примеру, боча, велоспорт, биатлон, футбол. Многие из них включены в программу паралимпиады. История паралимпиады началась с соревнований по стрельбе из лука. Этот вид спорта подарил немало захватывающих и интересных историй о силе духа и изобретательности. Подержав в руках такой лук, понимаешь, что чтобы научиться из него стрелять, нужно приложить немало усилий. Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья – это жизнь, полноценная и насыщенная. Своей жизнью в полной мере наслаждается и Елизавета Устинова, несмотря на то, что после автомобильной аварии вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Три с половиной года Лиза оттачивала мастерство стрельбы из лука. И как итог, девушка вошла в состав сборной нашей страны. Я пришла случайно, я шла на бочу. Мне сказали, вот дайди, посмотри, попробуй. Я говорю, да как? Вы что? Пришла, попробовала. Думаю, да нет. Я говорю, ну ты на тренировочку, на одну, вторую, на третью. И вот-вот уйти не получилось. Спортивная жизнь Лизы началась необычно. Девушка участвовала в конкурсе красоты и победила в номинации «Самая спортивная участница», хотя спортом никогда не занималась. Как считает она сама, это был знак свыше. В 2015 году девушка решила начать тренироваться в Центре адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Спартанец», где занятия по душе помогут найти каждому. Задача нашего центра, Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма, вернуть людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в социум, и сделать спорт для них доступнее. К спорту высших достижений стремятся все воспитанники «Спартанца», а их достаточно много. Многие уже достигли больших высот, а кто-то только начинает свой путь. Стать членом сборной России по футболу мечтает 14-летний Давид. Сейчас он занимается в секции по футболу для лиц с целебральным параличом. Очень обрадовался, когда спорта создали футбол ЦП. Я стал ходить на тренировки. Я очень часто играю в футбол, мне эта игра нравится. Я хочу стать сперва чемпионом России, потом по сборной России и чемпионом мира хочу стать, ну футболистом. Желание и неимоверное трудолюбие – это то, что отличает этих людей. А их спортивные достижения потрясают воображение. Для них спорт – это шанс доказать всем, но в первую очередь самому себе, что какие бы ни были проблемы в жизни, даже в самой трудной ситуации можно добиться многого и выйти победителем.